Всем здравствуйте, намасте, огромное счастье вновь приветствовать вас на одной из наших лекций. Это вводная лекция, так сказать, промо-лекция к старту курса «Огня Машротас». И любой начинающий студент в области Аюрведы, начиная изучать, входя в этот путь, безусловно, сталкивается в первую очередь с концепцией «Агни». Самое популярное слово, которое чаще всего используется в аюрведической среде, безусловно, конечно, после Ваты, Питы и Капхи, после Дош, после Тхату. Это, конечно же, Агни и наряду с ними Ама. Изучая что-либо в сфере Аюрведы, вы обязательно встретитесь с концепцией «Агни». Сегодня мы поговорим об Агни, о его типах и патологиях, которые провоцируют нарушение Агни. Изначально концепция Агни, безусловно, уникальна именно в сфере Аюрведы, поскольку покрывает все метаболические аспекты системы нашей. Конечно, мы все знаем, что Агни присутствует на тело в различных формах. Но концепция Агни очень уникальна, потому что она имеет потенциал, чтобы объяснить огромное количество активов в системе. Мы знаем, разумеется, о том, что Агни представлен по всему нашему организму в разных формах. Но почему еще данная концепция уникальна? Поскольку Агни обладает потенциалом быть представленным в различных функциональных определениях нашего организма. Безусловно, Агни, как таковая концепция, она одна, этот термин. Но с точки зрения академического подхода, для того, чтобы объяснить различный функционал разных частей нашего организма, существует 13 форм Агни. Изначально есть один главный Агни, это Джатар Агни. Также существует еще и 7 Тхату Агни, то есть у каждой Тхату есть свой Тхату Агни. И 5 Пхут Агни, то есть у каждой Махапхута есть Агни. Если мы взглянем на весь желудочно-кишечный тракт, то очень много ферментативной активности происходит именно в желудочно-кишечном тракте. И как раз таки концепция Джатар Агни покрывает всю эту ферментативную активность. Если говорить простыми словами, то Джатар Агни помогает гетерогенную субстанцию превратить в гомогенную. То есть иными словами, чтобы мы не употребили через призму Джатар Агни, эти субстанции становятся легко усваиваемые, превращаются в транспортируемую форму, чтобы с легкостью наш организм мог утилизировать пользой эти компоненты. Мы также имеем Пхут Агни, которые связаны с 5 Махапхутами. В основном, эти Агни пытаются распространять компоненты в различных ситуациях, чтобы тело может различить в различных ситуациях. Есть еще Пхут Агни. Пхут Агни связаны с 5 Махапхутами. И отвечает Пхут Агни за деление мельчайших долей, которые состоят из, естественно, различных Панча Махапхут. То же самое, чтобы мы не употребили внутрь организм, начинает фрагментировать употребляемое через призму Махапхут, анализируя контент употребляемый и конвертируя его под определенные обстоятельства, ситуации. Национальный сайт. Я даю пример. Например, если у меня есть мясо, если у меня есть лент, то мясо приближается в голову, то тело должен понимать, как много карбогатридов, как много плотин. Соответственно, тело должен секретировать необходимые инземы, необходимые секретации. Например, если я беру слишком много карбогатридов, то, может быть, Панча Махапхут должен секретировать больше инземы, чтобы превратить этот угол. Так вот. И пример с точки зрения современной медицины. Мы съедаем что-то, пища попадает в наш желудок, и далее, естественно, организм начинает анализировать, что мы употребили. Углеводы, белки и так далее. И, естественно, начинают вырабатываться определенные ферменты для расщепления того, что мы употребили. Если мы перебрали с углеводами, естественно, наша панча лудочная, она сразу понимает, что ей надо выработать больше инсулина для того, чтобы переработать употребляемые углеводы. В таком случае, тело может секретировать больше в различных условиях. Например, если я беру алкоголь, или если я беру немного вина. Может, тело должен работать немного больше, чтобы секретировать больше вина, разные вещи. То же самое касается и печени. При определенных обстоятельствах ей тоже необходимо больше поработать. Например, если человек употребил алкоголь, выпил вина. Печени нужно поработать больше, чтобы отток желчи шел лучше. То есть, очень много разных примеров с точки зрения того, как работает пхутагни. Когда дело доходит до тхатуагни, это уже более глубокий уровень понимания. Тхатуагни обеспечивает питание всем тхату путем усвоения. Сначала переработки гетерогенной субстанции в гомогену, а затем усвоения этих гомогенных нутриентов. Это уже не уровень кошта или кишечника. Это уже не уровень кошта или кишечника. И, естественно, к каждой тхату необходимы свои питательные вещества, свои нутриенты. И каждая тхату знает, что ей конкретно нужно для того, чтобы насытиться, напитаться. Итак, говоря о джатарагни. Джатарагни – это высшая или главная форма агни, которая присутствует в нашем организме. Это своего рода архив. Архив всех агни. И пхутагни и тхатуагни как раз таки формируются из джатарагни и контролируются джатарагни. Давайте посмотрим, какие бывают уровни агни в течение жизни. Как вы знаете, когда джатарагни, когда температура изменится, когда температура изменится, то солнца будет улучшить на джатарагни. В то же время, в то же время, когда джатарагни и тхатуагни, или в джатарагни, или в джатарагни, или в джатарагни. Когда у нас есть джатарагни, агни также улучшает какие-то влияния. Итак, какие же изменения претерпевает агни внутри нас? Точно так же, как за окном, меняются климатические условия, меняется температурный режим, воздействие солнца, солнечного тепла на Землю. Точно так же происходит смена событий и внутри нашего организма. В зависимости от того, какая доша сейчас доминирует. Капха с утра, пита в дневное время суток, вата вечером, точно так же претерпевает изменения и сила агни. Когда начинает доминировать капха, то состояние агни будет мандагни, или сниженное. Когда доминирует питта, состояние агни меняется на тигшна-агни. Агни становится очень резким, очень высокоинтенсивным. А когда доминирует вата, то состояние меняется на вишам агни. Это значит, агни работает нерегулярно, нестабильно. И когда мы достигаем баланса дош, то есть некий эквилибриум, то состояние будет сам агни. Но также хотелось бы отметить, что состояние или природа агни меняется еще и в связи со сменой сезонов, времен года, с возрастом тоже разные становятся. И, безусловно, наряду с состоянием здоровья меняется и агни. Но бывает так, что все три состояния агни происходят в очень достатке, или проявляются в нас очень физиологически, с точки зрения того, что они не выглядят как некое заболевание. Не обязательно манда агни или некое отложенное пищеварение будет значить, что это какая-то серьезная проблема. Или то же самое тикшна агни, когда пищеварительный процесс слегка ускоренный. Или вишам агни, когда перистальтика эпизодически происходит. Не обязательно, что это некая патология. Только когда эти состояния переходят уже в патологическую стадию, тогда и заболевание начинает себя проявлять. Есть еще такое утверждение в классических айурведических текстах, что все болезни, спровоцированные внутренними состояниями, берут свое начало от нарушения агни, работы агни. И что интересно, что одно из главных ответвлений айурведической медицины, которая зовется Кая Чикица, как раз таки очень тесно связано также с понятием агни, поскольку Кая, вот корень, это ничто иное, как агни. Таким образом, получается, что вместо Кая Чикица можно говорить вполне себе агни Чикица. Потому что Кая, как мы уже сказали ранее, ничто иное, как сам термин агни. И теперь вопрос, где же находится агни? Агни находится everywhere in the body, но есть некоторые специальные сайты, которые очень экспрессируют, как в амашии, а паквашии, как в стомах, в маленьком, в большом, в большом, в большом, в большом, в большом. Ну, на самом деле, мы уже тоже говорили, что агни, конечно, есть по всему нашему организму, но есть и области, где он особенно проявляет себя. Это область между амашией и паквашией, то есть между желудком и кишечником. Также, еще к функционалу джатарагни относится, все, что мы употребляем в себя. Любая пища, твердая, жидкая, все, что мы жуем, все, что мы проглатываем, все далее поддается воздействию джатарагни. Также джатарагни отвечает за то, за разделение. Вот мы пищу употребили, а теперь ее необходимо разделить на некие полезные нутриенты и на так называемые побочные продукты, которые организму не нужны. И так, также на основании джатарагни есть классификация пищеварительного процесса. Пищеварение – это пака на санскрите. Первая фраза называется авастха-пака. Это означает, авастха-пака – это преимущественная трансформация употребляемой субстанции. И такой первичной трансформации существует три – матхура, амла и кату-пака. Однако они названы на основании вкусов, мы все помним, да, название вкусов. Матхура, амла, кату, но они не имеют ничего общего именно с вкусовыми категоризациями. Точно так же, как в биологии. Есть обменный процесс, углеводный обмен, протеиновый обмен, минеральный обмен. Это нечто схожее с этими процессами. И вторая стадия пищеварительного процесса – ништа-пака. На этой стадии весь контент, который был употреблен, он начинает конвертироваться в некую утилизируемую форму, то есть форму максимально биодоступную для наших клеток. Вообще, это очень красивый концепт. Как в современном диетическом системе, они говорят, если вы используете инсулируем, то иногда инсулируем будет работать очень хорошо. Это очень похожее, как если вы используете инсулируемную форму, на самом деле удивительная концепция, которая так же с легкостью объясняется и через призму современной науки, например, когда человеку вводят инсулин. На некоторых он сработает отлично и сразу же клетками начнет использоваться. У некоторых начнется резистентность, то есть клетки не утилизируют должным образом введенный инсулин. Пхут-агни разновидностей будет, естественно, пять на основании пяти маха-пхут и отвечает Пхут-агни за расщепление, за сепарацию. Это фракции, употребляемых на основании маха-пхут. Конечно, вы знаете, что маха-пхута имеет различные типы гуна, в зависимости от различных маха-пхута. Мы можем определить, что определенный тип гуна будет руководителем определенным типом маха-пхута-гун. Вы знаете, что каждая маха-пхута обладает своим набором гун, и по этим гунам мы можем понять, как работает каждая пхут-агни. Например, я съел что-то ушно, говорит доктор. Соответственно, по табличке мы видим, что тэджес или агни маха-пхута начнет работать больше для того, чтобы распознать, что же это было съедено. И точно так же по этой табличке мы можем рассмотреть каждую гуну. Это очень важно с точки зрения того, чтобы понимать, какая пхута, пхут-агни отвечает за конкретную гуну. Это очень важная концепция, которую я более подробно буду объяснять на лекциях. Это ключевая на самом деле концепция для того, чтобы понимать, как мы определяем, что нам необходимо съесть. И здесь ключевой момент еще заключается в том, что важно понимать не то, что стоит есть, а что нам необходимо переваривать. Итак, говоря о тхату-агни, безусловно, у каждой тхату есть свой тхату-агни. И у каждой тхату-агни стоит важная задача, чтобы из ахара-раса, из пищи, которую мы употребили, взять себе необходимое для того, чтобы максимально усвоить и напитать свою тхату. В основном у каждой тхату-агни есть три главные функции. Первая, безусловно и очевидно, это правильное, должное формирование своей тхату. Также тхату-агни отвечает за помощь в формировании упа-тхату. Также тхату-агни отвечает за помощь в формировании упа-тхату. И кроме того, еще одна важная функция тхату-агни – это разделение на полезные и ненужные элементы для тхату. И вот как раз-таки ненужное – это так называемые побочные продукты жизнедеятельности организма. Мало – это то, что должно быть выведено из организма. Тхату-агни будет подробнее разбираться опять-таки в концепции агни на лекциях, поскольку это очень важный. Момент в изучении тхату, а также в понимании развития таких болезней, как анемия, раковые опухоли и ожирение. Еще один важный момент, что тхату тесно связаны с махабхутами, и каждая тхату формируется из определенного набора махабхут. Таким образом, если мы употребляем конкретную пищу с той или иной доминирующей махабхутой, соответственно, эта конкретная махабхута может насытить определенную тхату своими питательными элементами. В данном же контексте нам также важно понимать, какая природа склонна увеличивать агни, а какая, наоборот, его снижать. Сквозь призму гун, гуны увеличивающие агни. Они перечислены в столбце слева. В то время как справа их противоположность, те, которые снижают агни, гуру, щита, снегдха, манда и по списку. Если смотреть на управление нарушениями агни, то можно сквозь призму расы гуна проанализировать. Говоря о состоянии манда-агни, с ним можно справиться при помощи следующих раса – кату, амла или лавана, поскольку они имеют тенденцию разжигать агни. Какими гунами можно воздействовать на манда-агни? Манда-агни – это когда агни очень замедленный, вялый. Следующие гуны, они перечислены на слайде – ушна, тикшна, сукш, малакху и так далее. А препараты должны быть с ушна, вирия. Но теперь в состоянии тикшна-агни, когда агни чересчур активны, какими расами можно справиться с этим состоянием? Кашая, тикта и матхура. И вы можете использовать гуру, шиита, манда, как гуна. Также, если это медицинская, то должен быть шиитавирия, чтобы контролировать хиперактивность агни. Гунами, какими можно будет помочь в данном случае, это гуру, шиита, манда и так далее. А препараты лечения должно обладать шиитавирия, для того, чтобы контролировать данную гиперактивность агни. С другой стороны, когда мы имеем дело с вишамой агни, здесь у нас доминирует вата, и из-за нее идет нарушение на уровне агни, соответственно, нам надо контролировать вату. Вкусы матхура амлалавана помогают вате стабилизироваться, а также стабилизировать и агни. По гунам, это Сникдха, Ушна, они представлены на слайде, они помогают также сбалансировать вату. А препараты больше Ушновирия помогут в данной ситуации. Когда речь заходит о тхату агни, то ситуация немножко отличается. Например, если у нас раса тхату агни в состоянии манда, нам необходимо использовать Ушна, природу. При состоянии Тикшна, на уровне раса тхату агни, нам необходимо больше воздействия Шита, природы. При состоянии Вишама, вновь Ушна поможет. На уровне каждой из тхату, вы увидите употребление, попеременное употребление Ушна и Шита, природы, для того, чтобы справиться с нарушениями агни на уровне тхату. Интересно, информация, которую мы имеем, что мы имеем, что мы имеем в виду на уровне тхату агни и метаболизм. Очень интересно, что вся эта информация сейчас условно насчитывает около пяти тысяч лет. Соответственно, уже тогда представьте глубину познаний о пищеварительных процессах и процессах метаболизма. Потому что идея о метаболизме, метаболизм это процессы анаболизма и катаболизма. Сейчас знакомое на слуху понятие углеводный обмен или углеводный метаболизм белковый, обмен жиров. На самом деле, все эти понятия существуют не так давно в нашей науке. Как, например, происходит углеводный обмен глюкоза, гликогена, далее распад на глюкогенные аминокислоты. Все эти понятия, они новые для нас именно в современной науке. Буквально каких-то несколько сотен лет, как они на слуху, как они появились вообще, в принципе, о них заговорили. А если смотреть на то же самое, только с точки зрения аюрведы, эти все понятия, они уже там были, только они гораздо старше, им около пяти тысяч лет. Таким образом, мы можем только себе представить глубину тех познаний, которыми обладали люди столько тысяч лет назад. Первая книга, опубликованная на тему человеческого метаболизма, была опубликована в 1614 году. Понятие метаболизм было введено впервые, вот как раз таки в 1614 году итальянским ученым. Та же самая информация, только, безусловно, представлена иными терминами. Например, обмен, углеводный обмен, это матхура, мы обсуждали это на предыдущих слайдах. То есть все эти, липидный обмен, эта информация представлена в классических аюрведических текстах. Например, обмен, глюкозный обмен или циркуляция в портальной вене, формирование лейкоцитов, это все уровень расадхатуагни. На уровне рак садхатуагни из современных процессов это железный обмен, белковый обмен, на уровне мамс адхатуагни, обмен белковый, мед адхатуагни, липидный метаболизм. То есть это просто общая информация о том, как традиционные системы оздоровления имеют полную практически корреляцию со современной наукой, современной медициной. То же самое на уровне астхи тхатуагни, обмен кальциевый и фосфорный, маладжатхатуагни тоже есть свои функции. И даже у шукратхатуагни есть свои функции, например, такие как белковый, глюкозный метаболизм. Очень интересная информация, чтобы понять, насколько аюрведическая система имеет применение актуальное в современной медицине. Мы можем проанализировать состояние агни, основываясь на поведении доши в зависимости от разных ситуаций. Например, если у нас наблюдается вишама агни, а это мы помним, состояние агни ассоциированное с избыточной ватой, мы будем, соответственно, наблюдать все симптомы нарушенной ваты. Например, на стадии вишама агни будет определенная конкретная симптоматика проявляться, более детально мы будем рассматривать это, конечно, в нашей основной программе курса. Но сейчас в качестве примера из основных симптомов – это, естественно, нестабильный аппетит, это несварение, это чувство распирания в абдоминальной области, это повышенное газообразование. Урчание в животе, запор и боль куликообразная. Иногда даже проявляется такой симптоматикой, как боль в пояснице, спазмы в мышцах и даже бессонница. Вишама агни также и эмоционально влияет на человека, проявляя склонность к повышенной тревожности, страху или чувство неуверенности внутренней. Для того, чтобы справиться с таким состоянием, безусловно, требуется некая модерация в своих активностях, образа жизни, питании, особенно питании, то есть пища максимальная, которая успокаивает вату. Сбалансировать вату помогут, поможет гуру, сникдха пища, включение в рацион масел, ги, кунжутного, оливкового масла. Если вы чувствуете, что состояние вишама агни присутствует, для того, чтобы помочь своему огню пищеварения, можно в воде развести имбирь свежий с щепоткой буквально морской соли, либо уже готовые есть форма аюрведическая аштачурна. Также важен режим – установить конкретный ежедневный мацион. Вы просыпаетесь в одно и то же время, стараться засыпать, питаться в одно и то же время. Также это могут быть практики дыхательные, например, Нади Шотхана, Пранаяма, либо Абхьянга ежедневная, некие такие ритуалы, которые успокаивают вату. Йога, также направленная на успокоение ваты. Когда мы имеем пита-доминацию, когда пита опять поддерживает много в агни, агни превратится в активность, и хиперметаболический статус будет. И когда начинает играть свою роль пита, пита становится чуть более активной, чуть более доминирующей, соответственно, она вносит свои коррективы в природу агни, он становится чуть более активным и даже гиперактивным. So here you are eating well, person may be eating well, so nutrition is often incinerated and pass through the digestive tract very quickly, and that person may be looks like undernourished. При этом человек может хорошо питаться, в принципе, неплохо, он ест достаточно, однако пища настолько быстро проходит все пути пищеварительного тракта, она буквально сжигается, таким образом оставляя все ткани и клетки ненапитанными, и человек выглядит внешне немного как будто недоедает. Если говорить уже о патологической стадии, если запустить этот процесс, то такой тип агни может спровоцировать гипотириоз. Какая симптоматика будет распространена при этом? Повышенная кислотность, гастрит, изжога, приливы? Также другие симптомы тикшна агния, это тошнота, рвота, диарея, понос, это различные язвенные колиты. Эмоционально также человек страдает из-за тикшна агния, поскольку тикшна агния провоцирует проявление таких настроений, как злость, раздражительность, агрессивность. Человеку очень сложно контролировать свои эмоции. Иногда человек чувствует сильную тягу к сладостям. И здесь, когда мы делаем менеджмент, мы должны менять пиццу статус. Мы должны контролировать пиццу, при куле, граунде или лечении их. Говоря о лечении тикшна состояния, здесь мы должны, конечно, сфокусироваться на успокоении питы. Что может максимально изменить природу питы, успокоить? Это что-то охлаждающее, что-то заземляющее, при этом питательное? Мы выбираем и пищу, и напитки более охлаждающие, и шито по своей природе. Нам подойдут кокос, кориандр, фен, хельмята. Также нам подойдет умеренное количество ги, подсолнечное масло, кокосовое масло. Несмотря на то, что ги, казалось бы, как правило, способны разжигать агни, но при этом, при всем ги еще способны успокаивать питу, поэтому в умеренных количествах ги также необходимо. Мы можем также использовать медицинские, как алоэ вера, и т.д. Это также очень хорошо балансирует питу. Из лекарственных средств подойдет алоэ вера. Он прекрасно балансирует питу. Здесь еще из таких активностей нам подойдут практики, например, шито ли пранаяма ежедневные, другие практики, которые способны, или медитативные техники, которые способны успокоить питу. Что нравится в данном случае пите, как ее можно успокоить через некую физическую нагрузку? Это прогулки, это пеший туризм, легкий бег, плавание. Манда, агни, это наоборот гипоактивность, агни. В данном случае процессы все наоборот будут замедляться и точно так же очень медленно возвращаться к привычному нормальному состоянию. Симптоматика здесь будет противоположную тому, что мы обсудили ранее. В данном случае метаболизм будет замедляться, тяжесть, общая ленность, вялость, сонливость. Манда, агни является ответом на то, почему люди очень часто заболевают, простужаются, кашель, насморк. Это также вызывает нозея, векосвомитивные, хипотеншин. Также манда, агни способна спровоцировать тошноту, гипертонию. Эмоционально это дает литургическое, бортам, и очень процессивное ощущение будет там. Ментально и эмоционально манда, агни сказывается в виде вялости, человеку все наскучивает, человек становится очень одержим. Чтобы справиться с состоянием манда, агни, нам необходимо работать над успокоением капхи. Соответственно, мы больше вводим лакхо, рукша, питание и препаратов. Считается, что надо вводить в рацион больше субстанций с ушновирья, а также огромное количество разных специй, поскольку они именно способны разжигать пищеварительный огонь. Что еще поможет простимулировать агни в данном случае? Это обильное теплое питье, возможно, это будут какие-то травяные чаи из имбиря, корицы, кардамона, гвоздики. Каждый раз, когда вы имеете дело с манда, агни, здесь в первую очередь важно обратить внимание на питание. Питание должно быть умеренное, то есть важно пропорции соблюсти. В данном случае пациенту советую некую активность более подвижную, здесь также пеший туризм, бег, велоезда. Ну, уже более такой высокой интенсивности, нелегкие, непрогулочного типа, для того, чтобы снизить капху. Также различные дыхательные практики для того, чтобы успокоить капху, например, пару минут Нади Шотхана. В чем заключается сложность в концепции агни? В том, что на самом деле внутри одной системы может наблюдаться нарушение по нескольким типам агни. Что мы этим хотим сказать, тем, что встречаются одновременно комбинации нарушений агни. У одного и того же человека может в одно и то же время быть Тикшна и Вишама агни, или Вишама и Манда агни. И это уже достаточно комплексная, сложная ситуация. Бывает даже так, что у человека наблюдается все три стадии нарушения агни. Вишама, Тикшна, Манда, Агни. И, безусловно, это уже серьезный дисбаланс. И на этой стадии важно все вернуть как можно скорее в баланс, для того, чтобы не допустить перехода в патологию. Когда человек близок к смерти, вот тогда наблюдается вот эта комплексная, сложная ситуация в виде комбинации Вишама, Тикшна, Манда, Агни. Безусловно, сегодня у нас была лишь вводная лекция для того, чтобы вас познакомить с неким планом. Того, что мы будем обсуждать на лекциях. На лекциях мы будем, конечно, разбирать более детально все виды нарушения агни с примерами заболеваний, которые они провоцируют, и с лечением. Поэтому я рекомендую всех участников здесь, которые очень интересны, чтобы иметь нашу информацию глубоко о том, что Ама, Агни, о том. Это огромная возможность для вас, чтобы все эти консепты, которые очень полезны в клинической практике. Именно поэтому я бы хотел всех присутствующих на сегодняшней лекции, всех, кто интересуется более глубоким уровнем изучения концепции триады Агни, Ама, Шротас, пригласить на курс, поскольку это действительно отличная возможность изучить более глубокие уровни, то, что вам поможет и пригодится в клинической практике. So, let me address some of the questions also here. We have some questions. Yes, sure. You can choose. Yes. Okay. I'll try to answer what's possible. Если, по-настоящему, в качестве дхатвы очень тонкие волосы, волосы, т.д. Питтапарди, много вещей из правительства дхатвы. Да, есть возможности, что если мы имеем в качестве дхатвы, мы можем делать дхатву-адни метод. В каждой дхатву-корректировке у нас есть различные типы панчакарм. Доктор говорит, постараемся ответить. Если от природы слабая дхатвы, очень тонкие волосы, плохие зубы, а в последнее время еще ухудшилось состояние волос, как можно укрепить эту дхату? Питтапракрити много всего делал для очищения рас и ракта дхату. На самом деле, если наблюдается ослабление какой-то одной из дхатв, соответственно, нам необходимо поработать над дхатву-агни, данной дхатву. И, соответственно, для каждой дхатвы еще существуют и свои панчакарма-процедуры. Считается, если человек спит до конституции, то, как правило, у него тикшна-агни и так далее. Но ситуация может меняться. Бывает так, что человек из капха-конституции может обладать тикшна-агни. Если человек не потеет, хотя чистая питтапрактиция – это какой-то блок, что можно с этим делать, как это связано с пищеварением. С пищеварением или сагни это никак не связано, это больше связано со шротас. Поэтому, когда мы будем обсуждать шротас, вы сможете об этом спросить и узнать больше. Можете ли объяснить четыре разновидности ахара, которые мы употребляем – это то, что мы съедаем, то, что мы жуем, то, что мы глотаем и то, что мы выпиваем. Это все относится к четырем разновидностям ахара. Если налицо дефицита питательных веществ, как понять, это недостаточное питание и нужно менять рацион, или это проблемы с пищеварением и нужно работать над этим. Когда мы имеем дело с недостатком питательных веществ или с их плохим усвоением, то здесь идет расстройство либо на уровне джатарагни, либо на уровне дхатуагни. В зависимости от того, с чем мы имеем дело, мы и будем подбирать лечение. В этом надо разбираться. В зависимости от пищеварения и ежедневного употребления зеленого чая натощак утром полтора стакана. Доктор говорит, не слышал о том, чтобы зеленый чай каким-то образом влиял на пищеварение. На самом деле даже слышал о том, что, наоборот, зеленый чай полезен для пищеварения. По поводу того, будет ли обсуждаться на занятиях увеличение или снижение по тхату. И, соответственно, то, что вызывает увеличенное или сниженное тхату, какие расстройства. Доктор говорит, да, безусловно, мы будем это обсуждать. Доктор, как вы порекомендуете пить кофе? Что Айрведа о нем говорит? Очень спорный вопрос. Кто-то говорит, что кофе полезен, кто-то все еще утверждает, что нет, поэтому однозначного ответа доктор не дает. Геморрой – это тоже вата, разве не дисбаланс питы? Наряду с дисбалансом питы, вата также играет важную роль в развитии геморроя. Вы знаете, даже в тихшна-агне, пищеварение может выглядеть неудобно, потому что хайперактивность метаболизма. Таким образом, мы должны анализировать, если это вата или пита. Если я выгляжу как недоедающая, как определили, это тихшна-агне или, наоборот, вата пищеварения и пита вещества не усваиваются. При тихшна-агне человек может выглядеть как недоедающий, поскольку идет гиперактивность, мы это обсудили. Но на самом деле и при вата пищеварения человек точно так же может выглядеть. Здесь нужно очень детально разбираться все-таки, с чем мы больше имеем дело, что больше проявляет свою симптоматику, пита пищеварения или вата. Развернутые вопросы, которые больше связаны с диагностикой. Скажите, пожалуйста, будете ли вы давать конкретные рекомендации по аэрведическим лекарственным средствам, применительно к заболеваниям, связанным с Агни? Да, будут примеры лекарственных средств и по Агни, и по Ама. Добрый день, вопрос к доктору. Как влияет голод на Агни? Между ними есть большая разница, между понятиями голод и Агни. Голод – это выражение с точки зрения разума, а Агни – это физиологическая больше единица. При балансировании пита вы сказали про Алоэ Вера. Его принимаете внутрь, можно ли принимать внутрь с кожурой? Доктор говорит, что это лишь теория о том, что Алоэ Вера хорошо помогает для питы, для пищеварения. Тоже, опять-таки, неоднозначный вопрос. По поводу вопроса о сильных приливах и связи с Алоэ Вера. Доктор говорит, что да, есть рекомендации конкретно у Айурведы, но гипертириоз мы сегодня не обсуждали, поэтому это не совсем тема нашего занятия. Стеатария, неусвоение жиров – это тикшна Агни или мандо Агни? Это, скорее, проблема на уровне тхату Агни, а именно меда-тхату Агни. Здесь тоже есть конкретные свои лекарственные средства, например, перец длинный или пиполи, который помогает справиться с этой проблемой. Про причины псориаза тоже немного комплексный вопрос. В синдроме раздраженного кишечника какое нарушение пищеварения преобладает, будет обсуждаться на занятиях. Безусловно, СРК связана с темой ААМ и Агни. 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 Доктор, скажите, как влияет на тикшна Агни употребление натощак трипхол и порошка НИМ? В принципе, эту комбинацию можно употреблять, доктор говорит, для притикшна Агни, но не более 2-5 грамм в день этой смеси. То есть не каждого, а именно смеси. Трипхол и порошка НИМа. Трипхол и порошка НИМа. Трипхол и порошка НИМа. Трипхол и порошка НИМа. НИМа приглашают всех присутствующих присоединиться к курсу. Очень много интересной информации вы почерпнете для себя. Информативный курс. Курс достаточно практичный, то есть вы его сможете и применить в жизни. Очень много полезной информации, много инсайтов для себя, в принципе, для практики и для помощи своим близким, для помощи своим членам семьи. Доктор приглашает присоединяться к нам. На лекциях будут интересные как видео-лекции, так и онлайн-сессии, конкретно посвященные вопросам вашим и ответам от доктора Намби и доктора Дэви, где мы с вами сможем вновь встретиться, все пообсуждать детально. Благодарим вас за внимание, за присутствие. Спасибо большое, доктор Намби, и увидимся на сессиях Q&A. Да, пока-пока. 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 Огромное спасибо всем за внимание. Приглашаем присоединиться к нам на курсе. И всем присутствующим скидка в виде 10%, как всегда, приятный бонус от Veda Education. Намасте. ТВ поиск вверх. ТВ поиск вверх. Продолжение следует...